Для нашего народа является, пожалуй, самым большим праздником, потому что победа над фашизмом дала свободу нашей родине, нашему народу, и Украина смогла развиваться. И мы в этот день празднуем, мы отмечаем ветеранов наших, мы их поздравляем. Вот сегодня, на передаче Дня Победы, у нас здесь присутствует 51 участник Великой Отечественной войны. 51. Их меньше с годами, они все старые, пожилые люди. И дай Бог им счастья, здоровья, чтобы они еще дольше были с нами. И мы должны для них это делать праздником. Для них, для всего народа. Это День Святой, и мы никому не дадим его забыть, мы никому не дадим очернить память наших бойцов, которые освобождали Украину. И для этого мы все здесь. И мы это проводим на протяжении уже 15 лет. Вот здесь похоронено почти тысяча бойцов и командиров Советской Армии. На других мемориалах тоже. Вчера поевковый отряд Днепр-Украина проводил перезахоронение. На Волыне 61 бойца похоронили. Сегодня мы похоронили 24 бойца. И вот это мы делаем два раза в год. На День Победы и День Освобождения Киева. Для нас это традиция. Для всех отрядов это честь. И честь им, что они делают такую благородную работу. Что для вас свойствует или как я тут? 9 мая это День Победы. Это день, когда мы празднуем Победу над фашизмом. И никто ее не затмарит. Никто не сможет этот день отменить. Мы не дадим память о тех погибших, которые... По той страшной войне, которую пережил наш народ. 8 мая, напередодни Дня Победы, мы проводим всегда перезахоронение погибших. Это день, когда мы отдаем память погибшим, хороним солдат. И это тоже для нас святой день. Субтитры сделал DimaTorzok